Приветствуем, друзья, на библейском портале «Экзегет» Ответ на ваши вопросы Правильно ли надеяться только на себя? Кто я такой, чтобы на себя надеяться только? Хоть и от твоей воли все зависит, в этом смысле без тебя и Господь тебя не спасет И мы знаем, что спасение совершается с энергией воли Божьей о спасении всякого человека, но и произволением человеческим Как сказал в одной своей проповеди чудный святитель Илья Минятий «Бог хочет, чтобы ты спасся, если и ты этого хочешь, ты будешь спасен» Это общий закон сатериологии, науки о спасении Бог все сделал для спасения всех, но без тебя тебя спасти невозможно В этом смысле вся надежда на себя Все остальное, можно сказать, благонадежно от Господа Можешь не сомневаться Все, что от Господа зависит, Он сделает То, что зависит от тебя, твое произволение, ты уж давай, брат, яви В этом смысле ненадежность всего окружающего тебя действительно такова Ибо двое будут на одном ложе, то есть в крайней степени близости друг к другу Но один берется во сретение Господа, другой оставляется на снидение вечному огню По слову евангельскому Потому не належит ни на что земное Надеется, что оно каким-то образом послужит к твоему оправданию Если ты сам всей душой не возжелаешь прежде своего исхода из временной жизни Единства с Господом и не послужишь этому единству остатками в остатке дней своих Но если говорить о самонадеянности, как пренебрежении всеми окружающими И самомнении, которое запорошит глаза, способно всякому даже одаренному человеку И в результате лишить его плода собственных усилий То, конечно же, надо отнести ее к числу опаснейших врагов нашего спасения В центре человеческой греховной поврежденности Святитель Феофан называет самость То сознание человека, что он является центром мира Что особым любимчиком Божьим, если признает Бога И только сам и способен произвести что-то и прекрасное, и полезное для окружающих Видим мы на примере святых, что свойственно им было крайнее смирение И желание всякого почтить более, чем самого себя Эта самость, проявляемая тремя видами Сребролюбием, словолюбием и сластолюбием Собственными грехами для человека всегда может быть обнаруживаема Поэтому самонадеянность запрещается Господом Говорите о себе Мы рабы неключимые Все, что должны были, сотворили И не наград в себе для себя ждем в связи с этим А только стремимся к еще большему служению Всякий самолюбивый не способен к жертвенной любви Всякий себя, поставляющий центром мира С трудом переваривает ближних своих Они его всегда раздражают Они не объект, ради которых, любя их как самого себя Он совершает свои дела и проявляет свое печенье сердечное А как раз источник помех для его самости Они не поклоняются ему Они не признают его безграничного авторитета Они не обеспечивают его добровольно со своей стороны Как что-либо важное и для всех сверхценное Потому и вызывают крайнее раздражение Их привычки, их манеры, не всегда комфортные для самолюбца Вызывают крайний гнев, раздражение До полной невозможности находиться в одной комнате В одном доме с человеком, который чем-либо не угодил самолюбцу Это несчастное состояние самонадеянности Того, что ты являешься источником И критерием блага погубило многих А тот, кто при каждой молитве своей О молитве мы призваны всегда помнить о Боге И ходить перед ним дело самоукорения Устраивает непрестанным расположением своей души Тот воистину победитель А самоукорение совершенно чуждо Человеку, надеющемуся на себя Не видящими своих грехов Многочисленными, как песок морской А ведь именно такой, по определению преподобного Исаака Сирина Больше воскрешающего мертвых Потому он надлежит нам со скромным мнением о самом себе Сохранить чувство полной ответственности За свой духовный выбор За свое нравственное самоопределение И таким образом, ища всегдашние возможности В дни жизни своей послужить Богу и ближнему Мы будем благонадежны и в вечное царство Внеси свой вклад, оцени, подпишись И поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok